здравствуйте мои дорогие зрители и любимые подписчики с вами как обычно евгения тару и сайт mag expert.org сегодня я хочу предложить вашему вниманию гороскоп тару на 2019 год и так мои любимые раки давайте посмотрим каким для вас будет этот период я уже перетасовала колоду карт но давайте еще сделаем это вместе и пока я буду тасовать карты я хочу предупредить что расклад в этот раз я буду делать достаточно обширный то есть в нем достаточно много позиций 21 по моему карта будет и чтобы не запутаться я буду подсматривать эти позиции в своей книжечке и трактовки по каждой карте я буду давать краткие но емкие и так первая карта будет рассказывать о общем настроение этого года для вашего знака зодиака здесь выпала тройка мечей обычно тройка мечей показывает какие-то разочарования но я могу сказать так что вы слишком все близко принимаете к сердцу мои дорогие раки прекращайте этим заниматься прекращайте терзать свое сердечко и не плачьте по поводу и без поводов тройка мечей это карта которая говорит о вашей впечатлительности и я надеюсь что вы все-таки будете стараться получать от жизни больше приятных впечатлений а на какие-то неприятности просто не будете обращать внимание давайте посмотрим что вас ожидает в отношениях с партнером в личной жизни здесь выпала двойка пентаклей а это такой знаете взаимовыгодный союз если вы в поиске своей второй половины находитесь то двойка пентаклей обещает вам новые знакомства новые возможности но нужно будет сделать правильный выбор если вы уже состоите в отношениях то двойка пентаклей может обозначать заключение брака в этом году а если вы уже состоите в браке ну что ж карта двойка пентаклей обычно говорит о том что все немножко нестабильно но в целом ваши отношения взаимовыгодны и это отношение по принципу ты мне я тебе и все довольны тогда и все смеются как говорят да ну что ж хорошо тогда давайте посмотрим следующую карту она будет рассказывать о ваших отношениях с родственниками то есть с вашими родными близкими людьми здесь выпала карта шестерка жезлов судя по всему ваши родственники вас очень ценят и вас очень любят они вас считают успешным человеком способным достигать больших успехов в этой жизни и они будут вас всячески в этом поддерживать карта успеха и карта достижений победы выпала здесь давайте посмотрим следующий аркан это пустая карта выпала она не совсем пустая на самом деле выпала она в позиции ваших отношений с друзьями и друзей у вас как звезд на небе очень-очень много может быть ваши отношения с друзьями не такие близкие как у других людей может быть они слишком поверхностны потому что этих друзей у вас слишком много чем не могут похвастаться например представители других знаков зодиака но как показывает практика и как свое время пела алла пугачёва не имей 100 рублей а имей 100 друзей и вот вас это в первую очередь касается ваши друзья это ваши возможности и таких связей как у вас на самом деле ни у кого нет если вы будете правильно выстраивать ваши отношения с друзьями это принесет вам не только удовольствие еще и большой большой успех теперь давайте посмотрим как ваши отношения с коллегами могут складываться в этот период ну выпала четверка мечей я обычно эту карту называю в багдаде все спокойно то есть каких-то перипетий ожидать не приходится у каких-то слишком близких отношений с коллегами какой-то поддержки от них тоже не ждите выстраивайте простые ровные стабильные отношения и все будет тогда у вас с коллегами с сотрудниками складываться хорошо по крайней мере как-то переживать и нервничать они вас точно не заставят а вот враги давайте посмотрим что враги против вас замышляют если такие у вас выпала семерка пентаклей ну вот смотрите эта карта может обозначать не только врагов и не сколько врагов сколько конкурентов каких-то ваших соперников каких-то может быть завистников или недоброжелателей семерка пентаклей говорит о том что ваших врагов ждет разочарование то на что они рассчитывали они не получат но они товарищи такие знаете терпеливые могут просто подождать вот и те зерна которые они когда-то посеяли может быть зерна сомнений может быть зерна неуверенности в себе которые они вас заложили они так или иначе могут прорасти не доставьте вашим врагам такого удовольствия воспользоваться их плодами так давайте двигаться дальше посмотрим как к вам относится социум ну социум к вам отлично очень хорошо относится люди вас любят в целом да люди вас хорошо принимают вам все рады и главное что социум вас оценивает по вашей семье чем лучше у вас отношения с родными близкими с вашей семьей тем лояльнее к вам общество тем успешнее вы выглядите в их глазах то есть в глазах окружения так давайте посмотрим новые знакомства ожидают ли вас в этом году какие-то новые знакомства выпала карта мир о да перед вами открыт весь мир и новые знакомства будут иметь место через интернет в первую очередь а во вторую очередь где то за рубежом или с иностранцами вот здесь перед вами просто необъятные возможности открываются а открывается перед вами вообще какие-то новые возможности в этот период выпала карта смерть если вы хотите как-то радикально изменить свою жизнь у вас это может получиться может быть вы рассматриваете возможности миграции здесь это тоже карты поддерживают да вот мир и смерти это карты иммиграции на самом деле такая мощная комбинации и также карта смерть обычно связана с дизайном и перекраиванием этого мира или окружающего пространства и если может быть как-то ваша деятельность связана с тем что вы что-то меняете что-то как-то вот перекраиваете делаете по-своему как-то трансформируете то судьба вам предоставит в этом плане очень много новых возможностей и новых шансов так давайте посмотрим карьеру что вас ожидает в карьере все прекрасно выпала самая счастливая карта в колоде 2 это шестерка пентаклей и вам в карьеру нужно в этом году очень мощно вкладываться инвестируйте в себя инвестируйте в свои знания свой опыт свой карьерный рост и вы получите дивиденды от этого однозначно давайте посмотрим бизнес если он у вас есть то как могут складываться дела в бизнесе выпала карта пашкубков но либо вы в бизнесе новичок то есть вот только-только начинаете свою предпринимательскую деятельность либо ваш бизнес направлен на молодое какое-то поколение может быть на детей или может быть вашей семье у ваших близких родных может быть у ваших детей есть свой бизнес и вот он может процветать в общем-то но пашкубков это все-таки карта небольшого бизнеса не крупного бизнеса а вот мелкого индивидуального предпринимательства вот она будет конечно иметь успех и также это может быть бизнес каких-то таких вот романтических направлениях может быть связанных с какими-то знакомствами с сферой развлечения но из детьми так двигаемся дальше давайте посмотрим хобби увлечение или ваше дело жизни о здесь такая замечательная карта вам выпала чем это ваша карта раки эта карта колесница и эта карта говорит о том что вам обязательно нужно иметь свое хобби и его развивать и может быть даже равное количество усилий времени внимания уделять не только карьере да но и своим хобби и увлечениям потому что здесь вы имеете какой-то прорыв какой-то успех какие-то новые достижения особенно хорошо если ваши хобби и увлечения связаны с какими-то поездками с путешествиями или с транспортными средствами так следующая карта будет рассказывать досуге об отдыхе в этом году и здесь выпала карта рыцарь кубков да желательно совершать какие-то поездки путешествия особенно такого романтического характера или характера просто эмоционального отдыха вот какие-то романтические поездки могут принести вам действительно много удовольствия в этом году теперь давайте посмотрим как с материальными благами будут складываться дела то есть материальное ваше благополучие выпала десятка жезлов эта карта говорит так что под лежачий камень вода не течет если вы хотите много зарабатывать то готовьтесь к тому что нужно будет много работать придется просто вкалывать но десятка жезлов все-таки сулит хорошие доходы так поездки и переезды здесь выпала карта жрец ваши поездки и переезды могут иметь место если инициатором будет мужчина дело в том что здесь выпал жрец а жрец это либо муж либо отец но иногда может показывать сына эта карта если эти люди инициируют какие-то поездки или переезды то все будет складываться удачно также ваши поездки и переезды могут быть связаны с браком ну и религиозные какие-то поездки например паломничество тоже могут иметь большой успех в этом году для вас давайте посмотрим новые знания образование обучение здесь выпала девятка пентаклей девятка пентаклей говорит о том что вы уже достаточно образованный человек человек самодостаточный и не нуждаетесь каких-то новых корочках об образовании о каких-то дипломах но если появится такая возможность обязательно ею воспользуйтесь потому что это дополнительный бонус дополнительный плюс к вашей репутации в обществе к вашим возможностям материального роста и материального благополучия просто больше двери перед вами будет открываться если вы будете больше знать и большим высшим образованием владеть так я пропустила пункт про недвижимость стоит ли приобретать продавать недвижимость в этом году выпала карта справедливость в принципе да вы можете оформлять сделки связанные с недвижимостью в этот период и эти сделки будут справедливыми то есть вы можете купить по справедливой цене вы можете продать по справедливой цене и все законно все четко комар носу не подточит так теперь давайте посмотрим ждут ли вас какие-то приключения в этом году но судя по девятки жезлов и к приключениям особо не готовы и их не ищите потому что их хватало в прошлом вы уже знаете что приключение это не всегда хорошо так селяны уже воробей и раз обжегшись на молоке теперь и на воду будете нет приключений вы явно не хотите а если они будут иметь место то с какими-то незнакомцами то есть какими-то новыми людьми вашей жизни и вы будете немножко настороженно в начале к ним относиться и будете всячески проверять новщивость давайте посмотрим какие-то приобретения ожидают вас в этот год какие-то новые покупки большие крупные да здесь выпала десятка пентаклей а десятка пентаклей обозначает какие-то крупные действительно большие дорогие приобретения связанные с семьей то есть это могут быть крупные семейные покупки может быть действительно с недвижимостью это связано ну и давайте посмотрим здоровье это у нас будет предпоследняя карта здесь выпала семерка мечей эта карта связана с вирусными заболеваниями поэтому будьте весьма аккуратны и осторожны чем-то предпринимайте какие-то профилактические меры для того чтобы никакая зараза к вам не прицепилась а это означает что вам нужно быстро бегать да то есть шевелиться двигаться движение это жизнь и чем больше вы двигаетесь тем меньше шансов у каких-то вирусов вас просто догнать так ну шутки и шутками тем не менее семерка мечей говорит о том что да действительно движение это жизнь и по этой карте желательно избегать всяческих стрессов и давайте посмотрим последнюю карту ваш кармический урок на этот год и возможности для духовного развития о здесь выпала дама кубков это очень хорошая карта для духовного развития для души потому что дама кубков она вообще такая душевная женщина очень эмоциональная если вы женщина эта карта олицетворяет вас и она показывает что вам нужно прорабатывать вашу чувственность или вашу чувствительность или вашу может быть излишнюю капризность и сентиментальность вашу ранимость и обидчивость вам нужно работать на предмет в вашей слишком тонкой душевной организации а этот мир будет вас как-то немножечко стараться закалять закалять и это ваш опыт это ваш духовный путь развития также эта карта сочувствия эта карта менее сопереживать другим эта карта которая связана с тем что вы испытываете глубокую эмпатию отношению к другим людям и стараетесь всем помочь и всем посочувствовать очень часто дама кубков это женщина которая занимается благотворительностью и развиваясь именно по этому пути вы можете достигнуть в духовном плане очень больших высот ну и конечно же дама кубков может быть вашей мамой уделяйте внимание маме заботитесь о ней выражайте ей свою благодарность почаще навещайте ее если есть такая возможность и она вас поддержит на вашем духовном пути разумеется ну а если вы мужчина кроме мамы дама кубков может обозначать также вашу жену или вашу дочь заботьтесь об этих людях защищайте их давайте свое покровительство и конечно это будет выполнение вашего кармического урока вашей кармической задачи ну что ж вот такой у меня получился прогноз на 2019 год для знака зодиака рак я надеюсь что такой гороскоп вам понравится и если это так не забывайте ставить лайк дайте мне знать что этот формат вам зашел ну и также воспользуйтесь своей удачей так как кнопочку лайка я заговорила на удачу и каждый кто на нее нажмет естественно увеличит свою дачу несколько раз а не верите проверьте и буду благодарна за ваши комментарии мои дорогие так как ваши комментарии позволяют мне оценить мою работу то есть получить какую-то обратную связь от вас и может быть иногда подкорректировать какие-то трактовки какие-то значения карт увидеть что вам нравится что не нравится в раскладах и разумеется ваши комментарии это поддержка очень большая поддержка для меня и вдохновение ну а пока мои дорогие целую вас обнимаю пока пока и удачного вам года